Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко и сегодня мы поговорим, наверное, о том, что сегодня волнует очень многих в наше такое непростое время. Это те люди, которые являются предпринимателями, которые занимаются самыми разными направлениями промышленности, те, кто, возможно, создают все то, чем мы пользуемся вместе с ними. И очень важно, чтобы как можно быстрее те, может быть, пробелы, которые появляются в связи с известными, опять же, событиями, были заполнены. Потому что сегодня у нас в гостях председатель Люберецкого союза промышленников и предпринимателей Сергей Александрович Шатил. Здравствуйте, Сергей Александрович! Добрый вечер! Ну, я правильно говорю, что одна из задач – это же насыщение рынка, слово, которое так потихонечку стараются уже меньше избегать. Это возможность поиска каких-то новых технологий, когда приходится заниматься импортозамещением. Вот. Как сейчас живет союз? Тем более, исполнилось, мы же не просто так еще вас пригласили, потому что у вас летом юбилей был небольшой, целых 20 лет молодой юноше еще, можно сказать, этот союз, так? Ну, в общем-то, да. Это если говорить о человеке, да. А если говорить об организации, то, наверное, уже 20 лет – это возраст солидный, да. Когда уже, наверное, определена и политика этой организации, и обросли какими-то связями, и устойчивый состав. Поскольку 20 лет для предприятия, тем более для организации, это уже, наверное, срок немалый. Ну, вы правильно сказали, что, в общем-то, все те задачи, которые вы назвали, это актуальные задачи для конкретного предприятия. И развитие продуктовой линейки, и разработка новой продукции, и в части сегодняшних задач – это импортозамещение, подготовка кадров. И, кстати, просто насыщение. И просто насыщение продукции. Это все правильно, это для предприятия. Каждого конкретно взятого предприятия, который входит в союз. Но если говорить про сам союз, то это уже организация, которая объединяет какие-то предприятия, непосредственно входящие в эту организацию. И здесь, наверное, стоит обратиться к истории. Поскольку 20 лет, и хотелось бы рассказать об истоках этого союза. 20 лет – это было в 2003 году, когда 9 предприятий, которые входили в Люберецкую, будем так говорить, районную группу предприятий, наиболее активные части этих предприятий. Молодые руководители объединились под, наверное, шапкой администрации. Поскольку инициатива-то была у администрации, чтобы объединить. Сверху, как говорят. Скорее всего, да. И надо вспомнить и главу тамошнего, тогдашнего Люберецкого района, это Гусев Сергей Иванович, и человека, которому, наверное, идея эта и пришла. Это был Владимир Попов, который отвечал в администрации за промышленность. И вот эти 9 предприятий, они, наверное, были, скорее всего, друзьями на тот момент времени, общались, может быть, встречались где-то. Я еще тогда не входил в Союз, но уже работал на Люберецкой земле. Это предприятие, их можно даже перечислить сейчас. Давайте, конечно, вспомним. Помню, да, и они сейчас, многие из них работают здесь, в Люберцах. Компания Тензо-М, Синянский Михаил Васильевич, компания Кирелис, Людмила Николаевна, завод мостовых конструкций Жуков Сергей Николаевич, авторемонтный завод Сухов Юрий Дмитриевич, компания Техэнергокомплекс Виктор Борисович Бондарь, завод Хоббит, который делал окна, окна Хоббит, даже еще реклама была. К сожалению, его сейчас уже в составе Союза нет. А вот эта компания, которая выпускала вездеходы, она и сейчас выпускает вездеходы, компания Трекол. Она, кстати, и сейчас выпускает очень прекрасные автомобили, которые применяются и для освоения Дальнего Севера, и погранной войска сейчас в Заполярье организовываются. И это все как бы наши компании, которые в Люберцах и до сих пор существуют. Вот 9 компаний таких, наиболее таких известных. А зачем они объединились? Почему? Потому что, ну вы говорите, они как бы встречались там, ну может быть, как-то время проводили, ну обсуждали какие-то вопросы, наверняка уже нарабатывали какие-то связи. Выглядит так, что вроде бы как, если мы говорим, что это сверху произошло, да, что нужно было, может быть, как-то контролировать эти компании, потому что время-то было какое? Все немножечко были самостоятельные? Это так было? Ну, скорее всего, это был, наверное, клуб больше, который объединял близких людей. Они, собственно говоря... Клуб возможностей, скажем так. Возможностей, клуб для общения, прежде всего. Ведь предприниматели, люди, как правило, закрытые. Да. Вот, и они, как правило, не делятся своими секретами ни с кем. Но не прочь послушать внимательно других. То есть послушать совет, да, узнать, как там у другого дела обстоят. И тем не менее, как бы вот, они все равно люди зашворенные, закрытые. Поскольку, ну, конкуренция, она всегда была, сейчас она еще сильнее стала. И тем не менее, как бы, с одной стороны, администрация хочет и хотела, и сейчас хочет знать, чем живет промышленность. И через такую, будем говорить, сигнальную группу выяснять настроение, вопросы, которые волнуют, прежде всего, предпринимателей. Ну, и привлекать их, кстати, к жизни... Обязательно, и привлекать их к жизни города, участвовать в возможных проектах, помогать иногда и технически, иногда и финансово. Тем более, что это уже не 90-е годы. Это в 90-е годы могли сказать, хочешь здесь работать, помогать. Вот этого уже не было, это уже не было, уже цивилизация пошла. И, собственно говоря, может быть, даже более того, вот эта вот часть предпринимателей, да, локомотивная такая, будем так говорить, которая из числа, будем говорить, новоявленных. Потому что у всех примерно возраст рождения у этих компаний, ну, где-то порядка сейчас это 20-30 лет. То есть это как раз в то время они были совсем-совсем юные, да? Да, да, да. С точки зрения вот своего опыта. И им, конечно, хотелось, наверное, больше иметь поддержку в лице администрации для решения тех или иных вопросов. Ведь мы же работаем не оторвано от земли, мы работаем на Люберецкой земле, хотим, как бы, иметь, во-первых, обратную связь от администрации, что администрация от нас хочет. Кстати, иметь какие-то, возможно, правильные привилегии, чтобы работать еще лучше, да, эффективнее. И это в том числе, потом же мы, работая здесь, так или иначе, используем в виде трудовых ресурсов, прежде всего, люберецких жителей. Да, знаменитые рабочие места. И нам это важно знать, чем живет люберцы и чем живет люберецкий народ. Поэтому вот у нас различный, конечно, процентный состав. 70% это люберчан работают здесь. Остальные это Москва и, может быть, где-то откуда-то приезжие еще люди. Но в основном это люберчане. И здесь, конечно, желание администрации иметь, будем так говорить, группу, по которой можно считывать информацию, обратную связь с промышленностью, это как раз союз предпринимателей. Но на тот момент времени это, как правило, были предприятия небольшие. Это сейчас, может быть, кто-то из них в большинстве своем это предприятия, которые стали уже лидерами каждой своей отрасли. Отчасти, может быть, в какой-то степени это образование, вот этот союз тоже помогало, потому что, вы же говорите, вошел в некий клуб. То есть это как бы уже тоже своеобразная привилегия, что тебя заметили. И ты можешь уже и не только как сам по себе существовать, как предприятие, но и как еще представитель некоего союза. Конечно. Если что, обращается к своим коллегам. Наверное, у вас есть какие-то, может быть, вы расскажете, если это не секрет, кто там, а как выбираются какие-то органы управления этого союза. Главным и решающим голосом является общее собрание союза. На тот момент времени, я уже сказал, это было 9 членов. Вот в мою бытность, а я уже по счету четвертый президент союза предпринимателей. Первый у нас президент это был Жуков Сергей Николаевич, потом был Курмаев, это директор «Хоббита». Третьим у нас был президентом Сергей Николаевич Лукьянов, лидер по части текстильного производства и лидер как человек, очень активный, такой медийный человек. Но на тот момент времени, когда, собственно говоря, я пришел в союз, это был 2009 год, а в 2015 году мне вот как бы и Сергей Николаевич, и администрация предложили возглавить этот союз, поскольку Сергей Николаевич на тот момент времени, он был очень активно занят расширением своего собственного бизнеса. И ему не хватало времени, и он честно подъехал ко мне и сказал, вот Сергей, я хочу как бы вот сложить себе обязанности, потому что у меня есть проблемы со временем. Ну и администрация меня поддержала, поскольку я, ну, хорошо общался и с главой Славием Петровичем Ружицким, и с Алексеем Васильевичем Передырко, который, собственно говоря, с 2006 года команда Ружицкого пришла в Люберце. И вот по части как раз контактов с администрацией у меня очень большой опыт как раз именно с этой администрацией. Мы много что сделали полезного и очень нужного для самого города. Я стал президентом в 2015 году, когда собрание Союза меня избрало единогласно председателем, президентом Союза. Это получается в 8 лет. Уже 8 лет, да. Уже 8 лет. Ну, сейчас сделаю небольшую паузу. Это был такой исторический экскурс. Мы узнали, как это все работало. А сейчас нам, конечно, во второй части хочется узнать, что сегодня происходит в таком интересном Союзе, как строится работа, кто там добавился. И, может быть, как-то там проходят какие-то, ну, уж не знаю, выборы или добавляются какие-то команды. То есть какая польза нам, да, от Союза промышленников и предпринимателей. Потому что, ну, мы понимаем, что это такое название, которое в разных местах, да, бывает. Вот. Ну, вот соединение промышленников и предпринимателей, что оно сегодня дает городскому округу Люберца. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях представитель Люберецкого союза промышленников и предпринимателей Сергей Александрович Шатилов, который уже почти 8 лет возглавляет это замечательное объединение. Замечательное для тех, наверное, кто там работал, даже не работал, а, как я понимаю, это клуб по интересам, которому нравилось сотрудничать, общаться. 20 лет исполнилось летом этого года, этому объединению, этому союзу. Ну, и так я понимаю, что сегодня, по-моему, около 25, да, членов в союз входит? Или сколько? Да, где-то 25. 25. Ну, давайте говорить о сегодняшнем дне. Вот вы упомянули, что начиналось все при одной администрации, сейчас и депутатский набор уже был другой, и новый глава. Давайте начнем сверху, опять же. Как у вас связь выстроена? Встречаетесь ли вы, общаетесь? Есть ли какие-то у вас общие интересы? Помогают ли вам? Вы чем помогаете городу, как вот союз? Правильно, постановка вопроса. Смена администрации, последняя смена администрации, где, собственно говоря, пришел Владимир Михайлович Волков, она не была для нас неожиданной. Мы с этим человеком знакомы давно. Он все-таки выходец наш Люберецкий. Вот, на какое-то время уезжал набираться опыта. Сначала в Переславль-Залесский, потом он в Ярославль. В Ярославскую губернию. В Ярославль в город переехал. И, собственно говоря, мы с ним эту связь не теряли, поскольку он человек Люберецкий, и даже, более того, Красковский. Многие из нашего союза знают его лично, и некоторые даже дружат с ним. Собственно говоря, даже было две поездки у нашего союза, а я немножко отвлекусь, что в программе союза это обучение членов союза, входящих в наш союз, предпринимателей, различным предметам либо каким-то тонкостям ведения коммерческого дела. Многие же люди очень заняты, и, как правило, обучение происходит на ходу. И мы вплетаем в нашу жизнь всевозможные поездки. Они показали, во-первых, очень высокую эффективность с точки зрения познания, опыта других предпринимателей. Мы, как правило, выбираем город с интересной историей, с какой-то интересной туристической программой. И плюс еще к тому же мы посещаем промышленные предприятия либо какие-то организации, подобно нам, которые возникают. Таких поездок уже на счету у нас около десяти. Мы так в среднем, ну, если допандемийный год взять, и вот послепандемийный, где-то две поездки мы делаем в год. Ну, больше не собрать, потому что все-таки люди все заняты. Ну да. И, как правило, группа очень интересующихся. Она постоянный такой состав. Ну, кто-то добавляется, кто-то из группы уходит. Но, тем не менее, есть люди, постоянно интересующиеся, да. И мы были и в Туле были. Вот были, кстати, и в Переславле-Залесском. Посещали как раз этот город прекрасный. И посещали Владимира Михайловича на его месте, когда он был главой Переславского города, города Переславль-Залеска. И также ездили к нему в Ярославль. То есть мы были у него. Он нас очень тепло принимал. И мы, благодаря его поддержке, посещали некоторые предприятия, которые были очень интересны нам. Мы и в Казани побывали, на вертолетном заводе. Вот в Ярославле, я уже сказал, Туле были. То есть такие поездки у нас регулярно проходят. Они в программе у нас и в этом году. Мы планируем в этом году тоже совершить поездку. Сейчас вот определились уже с городом. Это будет либо Тамбов. Вот хотели в Ростов-на-Дону ехать. Но учитывая, что там все-таки прифронтовая уже, будем говорить, зона, вот мы отказались. Потому что для нас принципиально, чтобы было обязательно в программе посещение какого-то крупного предприятия. Там в Ростове Ростельмаш, очень крупный завод, который сейчас является лидером побережливому производству. Но по части обучения мы проводим семинары, либо какие-то обучающие программы предлагаем нашим союзникам посетить непосредственно в здании нашего, в помещении нашего союза, который на улице Кирова находится. Получается, такие вот солидные люди, которые ведут, как правило, успешное производство, они находят в себе силы и желание учиться еще, к чему-то смотреть, как другие делают. То есть не стесняются этого. Нет, не стесняются, потому что лучший способ обучения – это посмотреть, как это все уже работает у кого-то. Это не обязательно, что кто-то копирует чью-то схему. Ну, внедряет, не внедряет, это тоже другой вопрос. Но вот увидеть какие-то интересные решения, либо какие-то интересные программы… Это полезно. Это очень полезно. Ну, тут еще возникает вопрос. А что жителям городского округа Люберцы от того, как им тепло, холодно, приятно, неприятно, от того, что есть такой союз? Житель, скажем, среднестатистически, который не является промышленником и совсем не является предпринимателем, а зачастую даже иногда смотрит на это, ну, с неким таким, может быть, негативным взглядом. Что дает союз промышленников и предпринимателей конкретно городскому округу? Как-то это мы можем лицезреть, ощущать, осязать? Он, скорее всего, для предпринимателей. Им помогать. И для администрации, которая через союз может распространять какую-то информацию о своей политике промышленной. Ну, а по части обратной связи, как связь предпринимательского сообщества с администрацией, так и связь от предпринимателей до администрации. Те вопросы или проблемы, они доносятся. То есть это, собственно говоря, для улучшения коммуникации между администрацией и предпринимательским сообществом. По части того, что вы говорите, что именно для... Логика же в вопросе есть, потому что если существует союз, что-то они там решают, понятно, что как лучше делать, лучше зарабатывать, получать прибыль, потому что прибыль, опять же, это налоги, то есть тоже, как бы, по идее, в казну идет. Администрация еще также хочет, чтобы на каких-то этапах в городском округе что-то работало, может быть, лучше, и в итоге все равно это же доходит каким-то образом до жителя. От нашего предпринимательского сообщества, да и вообще от промышленности создание рабочих мест. Ну вот. Это прежде всего, это главная задача. После получения прибыли, первая задача для любого предприятия, любой организации, промышленность дает прежде всего рабочие места. Но мы же видим сейчас, что любой промышленник и любой предприниматель, ну, даже не подходит фраза «хочет он или нет», у него все равно должно быть желание максимально сократить количество рабочих мест, то есть сделать такое производство, чтобы было меньше кому платить зарплату. Ну, логично же это, правильно? Оптимизация. Да, оптимизация. А ему могут сверху сказать, а нам нужно, вот чтобы ты расширил рабочие места, чтобы ты принял людей на работу. Вот я о чем говорю. Правильно. С одной стороны. С другой стороны, администрация помогает предпринимателям находить рабочих, находить людей, которые будут работать на наших предприятиях. То есть вот сейчас как раз то золотое время, которое, наверное, вот в истории, нашего молодой истории России, такого еще, наверное, на моей памяти еще не было. Вот у нас сейчас проблема основная для любого предпринимателя, мы же общаемся друг с другом, это рабочая сила, рабочие кадры. Вот мы часто говорили о том, что нужно там воспитывать кадры, нужно самим подготовить эти кадры, давали, задачи ставили перед нашими учебными заведениями. Это тоже, кстати, вот один из вопросов, которые мы постоянно поднимаем в своей повестке дня и приглашаем к себе и руководителя техникам, в том числе и Люберецкого. Они непосредственно работают напрямую с нашими предприятиями, готовят для них кадры. Эффективно, неэффективно, это другой вопрос. Но, тем не менее, вопрос подготовки кадров и вопрос набора кадров, вот на сегодняшний момент, это, наверное, самый острый. Сейчас, и с тем, что вот такая политика внешняя очень сильно поменялась, по части России, то, что импортозамещение сейчас, программа на слуху, и то, что санкции, многие предприятия, конкуренты западные, они ушли с нашего рынка, и рынок открывается, и нам этот рынок нужно осваивать. Это хорошо, и это реально хорошо. А кем осваивать? А вот сейчас проблема встала, нет людей. И вот у меня на предприятии такая же проблема. Да и вот мы общаемся с нашими предпринимателями, у всех одна и та же проблема. То есть людей найти очень сложно. И здесь вопрос о том, что нужно и хорошую конкурентную зарплату людям выплачивать. То есть раньше, если мы раньше говорили, что вот там зарплата должна быть там какая-то средняя, то теперь каждый друг перед другом начинает уже конкурировать либо зарплатой, либо какими-то дополнительными услугами, возможностями, дополнительными какими-то бонусами, которые привлекают рабочих именно к нашему предприятию, а не к соседнему. То есть у вас еще и внутренняя там конкуренция? Ну, допустим, это же вот люди, прежде всего, мы рассчитываем на приток Люберецких жителей. Конечно, конечно. То есть между нами уже так или иначе, ну, может быть, не конкуренция. У нас есть такое негласное правило в нашем сообществе. Мы друг у друга людей не переманиваем. Это тоже, кстати, вопрос, который, ну, чисто этически он работает. Если мне кто-то нужен, я бы не устоял. А я вам просто объясню, у нас вот несколько предприятий, у меня несколько предприятий. Вот у меня есть яркий пример. Вот в Серпухове, да? Да. У нас одно предприятие в Серпухове находится. Вот туда переезжал завод из Щербинки лифтостроительный. Как они поступают? Они, человека устраивают на работу к нам в коллектив. И он агитирует. Он какое-то время работает у нас, обучается. Потом он начинает агитировать людей. Это, как правило, очень дефицитной профессии. Такой, допустим, как сейчас оператор ЧПУ. И он говорит, что вот на соседнем предприятии, а там недалеко находится лифтостроительный завод, требуется оператора ЧПУ и зарплата в два раза выше, чем ту, которую мы платим от Эсси. Все, как пылесос высасываются кадры, они туда переходят, обучают уже своих, а потом у них понижается зарплата, и эти люди уходят. И вроде как просится назад, но с такими людьми, которые являются такими перебильщиками, разговор короткий, мы их назад уже не берем. Но, тем не менее, это работает. И вот в Серпухове, в отличие от Люберецкой администрации, они как бы говорят, ребята, разбирайтесь сами. Но это некрасиво. То есть мы вкладываем... Здесь по-другому. Здесь по-другому. То есть у нас есть договоренности, мы людей не переманиваем. Хорошо. А если кто-то идет к нам, мы знаем, что с этого предприятия... Я вот звоню, допустим, и говорю, слушайте, вот там, условно, у нас есть уже пример, там, Геннадий, у меня к тебе... Ко мне просят твой человек. Ты как, не возражаешь или нет? Он говорит, нет, не возражаю. Тогда беру, как бы вопросов нет. А я у Любовского предупреждаю. Какие вы честные, кто бы мог подумать, что... Ну, это вот, а иначе будет некорректно и некрасиво. Спасибо огромное. Напомню, что в гостях у нас был председатель Люберецкого союза промышленников и предпринимателей Сергей Александрович Шатилов. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова